Очередной гость у нас на канале это известный азербайджанский политолог Эльдар Намазов, который не просто политолог, человек с большим политическим опытом. Когда-то в прошлом он был главой президентской администрации, уже покойного ныне президента Гейдара Алиева. Здравствуйте, Эльдар. Спасибо, что согласились сегодня вновь к нам прийти и поговорить. Здравствуйте, Евгений. Благодарю за приглашение и приветствую всех наших зрителей. Ну, смотрите, сейчас большое внимание приковано ко всему, что происходит в Закавказье. И там складывается какой-то совершенно невероятный многоугольник. С одной стороны, обострилась вновь обстановка вокруг Карабаха. Говорят о возможной даже новой войне. Непонятно, какую роль в этой ситуации играют так называемые российские миротворцы. Потому что, судя по некоторым заявлениям, которые звучат, они не выполняют ту роль, которую они должны были бы выполнять. При этом всерьез говорят об угрозе войны. Я не преувеличиваю, об этом много и говорят, и пишут об угрозе войны Ирана с Азербайджаном. То есть, в некотором смысле, возможен вариант, когда Исламская Республика Иран неожиданно выступит в этом конфликте на стороне христианской Армении. Ну, я, может быть, сознательно преувеличиваю, но такая, в некотором смысле, опасность существует. При этом Турция устами своего министра иностранных дел заявила, что любое нападение на Азербайджан автоматически повлечет за собой вмешательство Турции в этот конфликт, всеми имеющимися у нее средствами, чтобы защитить безопасность Азербайджана, стратегического партнера и союзника Турции в регионе. И есть еще одна фигура в этом многоугольнике – Израиль, потому что всерьез говорят об угрозе конфликта между Израилем и Ираном. В частности, было выступление руководителя израильской разведки Давида Барнеа, который публично, открытым текстом заявил о том, что возникли новые угрозы национальной безопасности Израиля в связи с тем, что Иран в обмен на вот эти самые пресловутые беспилотники, шахеды, может получить от России ракеты ближнего и среднего радиуса действия, что меняет ситуацию, поскольку могут появиться и другие даже виды оружия, не только ракеты, простите, ракеты, помимо, я заговорился, помимо шахедов Иран может начать получать, предоставлять России вот эти самые свои ракеты среднего и дальнего радиуса действия, а взамен получить какие-то виды нового оружия от России, которые поставят под угрозу национальную безопасность Израиля, и Израиль вынужден будет отвечать самыми серьезными способами. При этом вполне вероятно, что Израиль может оказаться союзником Азербайджана, а Азербайджан – союзником Израиля во всех этих грядущих раскладах. Вот давайте поэтапно, пошагово, что ли, разбираться, Эльдар. Вот расскажите, во-первых, насколько вероятна возможность конфликта между Ираном и Азербайджаном. Спасибо, Евгения. На самом деле ситуация очень запутанная. Очень запутанная. Я не знаю, может, мы начнем с Азербайджано-армянской ситуации, потому что иранская как бы производная выглядит. Иран и угрожает нам именно в плане того, что если между Азербайджаном и Арменией будут военные конфликты, то Иран вмешается. Иран именно так преподносит свою позицию, что он не допустит никаких там изменений геополитических в этом регионе. Если вы не против, я два слова скажу, что у нас с Арменией происходит, как бы это первопричина. И на нее реагирует Иран, на Иран реагирует Израиль и Турция, и там интересная позиция Соединенных Штатов и России в этих вопросах. Ну, Евгений, то, что я уже, извините, вмешался в вашу работу. Не-не-не, послушайте, я сам в этом немножко запутался. У меня есть своя версия, но я сейчас ее не собираюсь навязывать. Я хочу вас послушать, объясните, что называется, что было раньше, яйцо или курица. Я думаю, что у вас есть старый очень большой интерес к Ирану, потому что вы в свое время очень серьезно занимались этим страной, а были одним из ведущих экспертов по Ирану. Ну, это было бы некоторое преувеличение, послушайте, но не надо приписывать мне лишних заслуг, пожалуйста. Интерес был, а ведущим экспертом я точно не был. Хорошо, Евгений, там у нас ситуация развивается примерно по схожему сценарию, что и перед Второй Карабахской войной, 2020-го. Когда Никол Пашинян пришел к власти, у него был первый контакт с нашим президентом, и Пашинян обратился к нему с просьбой дать ему время. Дать ему время, чтобы он сформировал правительство, устоялся, и после этого он настроен на мир и будет стараться мирным путем урегулировать Карабахский конфликт. Ну, естественно, Азербайджан это позитивно воспринял, и азербайджанский президент не разу об этом говорил, что вот такое обращение ко мне было, и я согласился. Но потом, через некоторое время, на границе Армении и Азербайджана, это не Карабахи, армянские войска нарушили агонии в районе Тауза, недалеко от магистральных нефепроводов Баку-Джиган, буквально в нескольких десятках километров. Было нападение на наши войска, были убиты наши солдаты, даже один генерал погиб, и тогда было несколько дней очень серьезная военная эскалация в Таузском районе, и это было несколько неожиданно для нас, потому что это было не спровоцированное нападение абсолютно. И после этого была поездка Пашиняна в Шушо, где он объявил, что Карабах – это Армения и точка, и вот тут все поняли, что все мосты сожжены, никаких переговоров уже больше не будет, и фактически Вторая Карабахская война стала неизбежной. Даже международные посредники схватили за голову, потому что десятилетиям им было понятно, что если какой-нибудь лидер Армении объявит такое, значит, минская группа, в общем-то, должна идти в архив истории, а Азербайджан либо должен смириться официально с потерей территории, либо же мы должны их освобождать силами. И это произошло Вторая Карабахская война. Я почему это рассказываю, Евгений, сейчас повторяйте та же самая история. После Второй Карабахской войны было подписано трехстороннее соглашение, и Пашинян объявил, что в регионе должна начаться... Кто был третьей стороной? Россия, это трехстороннее соглашение, Москве. Это было фактически прекращение огня, и мы надеялись, что после этого начнется уже мирный переговор, и Пашинян действительно объявил, что должна наступить эпоха мира в нашем регионе. Опять-таки мы обрадовались, как и в свое время, когда Пашинян говорил, что он готов к миру и дать им не время. Был приготовлен предложение по мирному договору, и Пашинян вроде бы объявил, что он их признает, он их принимает, пять пунктов Азербайджана, и сказал, что в этих договорах ничего не будет про Карабах, Карабах – это отдельная тема, это внутренний вопрос Азербайджана, а это будет пять пунктов, касающихся межгосударственных отношений. Ну, территориальная целостность, субъемитет, все как и полагается между двумя соседними государствами. Шло время, он оттягивал подписание этого договора, и вдруг послышался призыв Путина на Валдае, что в Вашингтоне, Азербайджан, Армении договорились о таком мирном договоре, а он считает, что надо по-другому подходить. Там обязательно должен быть по Карабаху, и там должно быть записано, что этот конфликт должны решать будущие поколения. Ну, как будто нам было мало двух карабахских войн, что наши внуки должны воевать в третий раз за Карабах. Было понятно, что Азербайджан на это никогда не согласится. Естественно, наш президент сказал «нет» Путину в Сочи на трехсторонней встрече. Но, как ни странно, Пашинян вдруг заявил «я полностью согласен с президентом России. Мы этот пункт несем и будем обсуждать». Но это было понятно, что фактически происходит блокировка мирного договора. Он принял пас Путина и объявил, что я с ним согласен, прекрасно зная, что на это Азербайджан никогда не согласится. И он фактически перечеркнул договоренности, которые были в Вашингтоне, в Брюсселе, в Праге. Он перечеркнул или его заставили перечеркнуть? Ну, я думаю, что это было его собственное решение, потому что параллельно с этим он говорил своему окружению, и это стало известно в СМИ, что нам не нужно ничего подписывать, нам нужно выжидать несколько лет, пока не кончится русско-украинская война, посмотреть на расклад сил. Но некоторые ему говорили, что это невозможно 2-3 года тянуть с этим вопросом, и ситуация может накалиться. Но он говорил, об этом даже армянская пресса писала несколько лет, что он своему ближайшему окружению объявил, что я ничего подписывать не буду. Хотя нам говорил другое, Вашингтоне говорил другое, Брюсселе говорил другое. Но вот появилась какая-то уже подвисла эта ситуация в воздухе, и вот тут Пашинян сделал следующий шаг, который уже опять-таки обнулил все договоренности. Он в начале сентября поздравил сепаратистов в Карабахе, которые еще остались, с годовщиной проглашения независимости. Для нас это заявление одно и то же, что когда он сказал в Шуше, что Карабах – это Армения и точка. То есть это казус Белли, это все красные линии. Человек объявляет, что он поздравляет сепаратистов с проглашением независимости. Хотя нам он говорил, что признает нашу территориальную целостность. То же самое он говорил в Вашингтоне, Брюсселе. И вот после этих слов Пашиняна, это было буквально дни 10 назад, ну уже ситуация стала уже развиваться очень быстро. В Азербайджане уже считают Пашиняне недоговороспособным. Один раз он такое сделал, и это привело ко Второй Карабахской войне. Теперь после Второй Карабахской войны он опять-таки же прошел тот же самый путь. Обещал сделать одно, потом стал тянуть со временем, а потом сделал заявление, которое, в общем-то, обнулило все договоренности. Естественно, это была реакция азербайджанского и общества, и экспертного сообщества, и азербайджанских властей. Тут, естественно, говорят о том, что уже войска там подтягиваются, уже стороны готовятся к возможным боевым столкновениям. В это время Пашинян опять-таки лихорадочно звонит всем, звонит десяткам глав государств, даже сегодня до Эрдогана дозвонился. Всем говорит, что он готов с Ильямом Алиевым встретиться, он об этом говорит канцлеру Германии, президенту Франции, он даже позвонил президенту Ирана. Путину он не звонил, об этом можно отдельно говорить. И вот ситуация именно из-за этого, из-за действий Пашиняна, который уже открыто, в общем-то, демонстрирует, что он не намерен не подписывать никаких мирных договоров с Азербайджаном, он продолжает финансирование вот этой сепаратистской незаконной формирования на нашей территории. Официально госбюджет Армении включается 300 миллионов долларов, больше 300 миллионов долларов на поддержку вот этих незаконных вооруженных формирований, сепаратистской структуры. Ну, первые годы... Так написано в государстве, на поддержку незаконных вооруженных формирований? Нет, ну там бы написано, что на поддержку так называемой Нагорно-Карабахской республики, как они ее называют. Но это идет у них статьей отдельный бюджет, это официально выделяется. Ну, Евгений, первый год после войны, там, второй год после войны, мы на многое закрывали глаза, в том числе этот вопрос, мы считали, что, ну, может, это инерция, вот 30 лет они контролировали там ситуацию, 30 лет они финансировали их, ну, сейчас мы с ними договоримся о мире, Пашинян говорит, что он признает нашу территорию целостность, значит, что он будет все это убирать, но он уперся, он продолжает это решение принимать о финансировании на нашей территории, не подчиняющих нам армянских вооруженных формирований. И плюс он объявил о том, что вот он поздравляет этих сепаратистов с независимостью, с провозглашением независимости. Вот причина резкого обострения ситуации, когда же стороны фактически опять подводятся к возобновлению военных действий, стали вот эти события. Что касается... Какую роль во всем этом играет Россия? Потому что мне приходилось читать аналитические обзоры, в которых говорится о том, что Россия, если угодно, заинтересована в продолжении и даже в эскалации конфликта, что российские так называемые миротворцы препятствуют нормальному функционированию некоторых статей и существующих договоренностей, в частности, касательно коридора, который соединяет Армению с... Лачинский дорога. Лачинский коридор. Лачинский коридор, ну, коридор, который соединяет Армению с Карабахом. И, кроме того, есть еще история про то, что в Москве выражают явное... Это уже как бы отдельный аспект ситуации, но об этом нельзя не сказать. Там Пашиняна считают чуть ли не предателем, изменником, который смотрит в сторону Запада, который собирается вывести Армению из ОДКБ Организации договора о коллективной безопасности, объединяющей несколько республик бывшего Советского Союза вот в такое подобие Варшавского договора по версии 2.0. И упорные слухи ходят о том, что вагнеровцев, бойцов ЧВК Вагнера перебрасывают на российскую военную базу в Гумри, называют цифры, что от 3 до 12 тысяч бойцов ЧВК Вагнера находятся там якобы для того, чтобы свергнуть Пашиняна. Ну, Евгений, вот вы, то, что вы сейчас говорите, мы тоже каждый день читаем это в разной прессе, но вот что интересно, Пашинян, который якобы хочет уйти из-под влияния России, да, почему он принял пас Путина и отказался договоренностей в Вашингтоне, в Брюсселе, о том, что он будет с нами подписывать мирный договор из пяти пунктов, ведь о том, что в этом договоре не должно быть ничего лишнего, никаких территорий, которые внутри Азербайджана, об этом он заявлял на заседании своего правительства, присутствии журналистов, он заявлял это выступление в парламенте, и все было обговорено, и как только Путин заявил о том, что нет, я не согласен с этим, мы по-другому смотрим, и фактически Путин впервые публично объявил, что Россия не заинтересована в полном регулировании конфликта, Россия заинтересована ее пролонгацией, ее замораживанием, это понятно, разделяя властвую, России нужен, ну, путинским режиму нужен такой конфликт, чтобы манипулировать и Азербайджаном, и Арменией, это было ясно, но это впервые прозвучало открыто, с первых уст, сперва на Валдае, потом в Сочи, и почему Пашинян так охотно согласился с этим предложением Путина, прекрасно зная, что это срывает, в общем-то, отписание мирного договора. Может быть, Путин ему угрожал военным переворотом в действительности, или, в всяком случае, намекал на то, что, знаешь, Пашинян, сегодня ты сидишь там в кресле премьер-министра, а завтра мы можем сделать так, что ты окажешься в лучшем случае на улице. Я не думаю, потому что Пашинян знал, что в этом заинтересован не только Азербайджан, что огромная поддержка в этом процессе есть со стороны Соединенных Штатов Америки, есть огромная поддержка со стороны Европейского Союза. Уже было объявлено, что Европейский Союз подготовил огромный пакет миллиарды долларов на поддержку на реконструкцию Армении сразу после подписания вот такого соглашения. То есть, там было очень много аргументов за. Я думаю, что здесь не угроза Путина, я уже сказал, сам Пашинян, не знаю, с чьей подачи, говорят, что в этом свою роль сыграла Франция, потому что он очень прислушивается к Макрону, а Макрона международные его прожекты, как правило, кончаются пшиком и далеко не всегда в общем-то аргументированы. Но в любом случае Пашинян объявил своему окружению, что мы ничего не должны подписывать. И, видимо, он решил воспользоваться этим публичным заявлением Путина. Ну, раз Путин, как сказал, он не дал хороший пас, в крайнем случае люди будут думать, что вот мы поверили России или испугались России, но это его было собственное желание не подписывать с Азербайджаном никаких договоров, выжидать, что, может быть, в будущем у него будут более подходящие геополитические условия. Может быть, он думает о том, что русско-украинская война закончится, здесь влияние Франции возрастет, влияние Запада возрастет, и ему будет это более комфортабельная в общем-то ситуация, может быть, он сможет что-то продиктовать Азербайджану, но в любом случае тут совпало его желание не подписывать с Азербайджаном договор, хотя он обещал это, хотя он договаривался и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и вот это заявление Путина, что мы по-другому смотрим на этот вопрос, тот договор, который в Вашингтоне согласован, там вот не хватает пункта по Карабаху, вот совпало вот это, и он решил в общем-то уже на, вы знаете, Евгений, насколько это было уже обговорено, что после Вашингтонских переговоров в конце 2022 года и Ильям Алиев, и Пашинян заявляли в прессе, что может до конца года уже мирный договор будет подписан, до конца прошлого года. Ну, судя по тому, что вы говорите, конечно же деструктивная роль Кремля и Путина. Безусловно, они публично заявили, публично заявили. Она совершенно очевидна. Но а что Иран-то в этой ситуации? Причем здесь Иран? Да. У Ирана оппозиция была в годы вот этого конфликта всегда она поддерживала Армению. Это изначально имя оппозиция. Сам бывший президент, первый президент Армении Левон Терпетрисян, он говорил, что у нас была дорога закрыта с Азербайджаном, потому что там дороги захвачены, они сами оккупировали все дороги. с Азербайджаном дорог нет, с Грузией дороги через Грузию выход тоже нестабильный. Единственная дорога жизни у нас Иран. Если на один месяц Иран прекратит поставки подовольствия или там товара в Армению, Армения как государство может вообще рухнуть. И в то время вот шиитский мусульманский Иран, которому не нужно было воевать на стороне Азербайджана, ему не требовалось оказывать Азербайджану такую моральную политическую поддержку как Турция, как Пакистан или что-то. Ему было достаточно просто сказать Армении, что ты оккупироваешь азербайджанские земли, есть четыре резолюции Совета Безопасности ООН, будь добр, их выполни, я с тобой буду продолжать после этого торговые отношения. Но Иран вообще помогал Армении до конца. Иран себя рассматривает здесь как бы биополитическим противовесом Турции и Азербайджана. Это они считаются миссией, потому что режим религиозный, но это оболочка. По сути, это фасидский национализм, который испокон веков был направлен против чужских пленей. И поэтому это является главной их идеологией. А то, что ислам, ну, ислам, дорогой мой, перед твоими глазами у мусульманского Азербайджана оккупировали 20% территории. Там миллион беженцев. И ты бежишься якобы за права палестинских мусульман где-то там, а у тебя под носом на границе четыре резолюции Совета ООН принято, что территория Азербайджана оккупирована, и они должны быть освобождены безоговорочно, и ты, мусульманская страна, помогаешь Армении. Ильдар, простите, что я вас перебиваю, но я хотел бы уточнить все-таки, правильно ли я понимаю, что причина многолетнего напряжения в отношениях между Тегераном и Баку, на ваш взгляд, кроется в том, что иранские азербайджанцы, которых, кстати, на территории Ирана развивают больше, чем в самом Азербайджане. Раза в 4-5. Раза в 3-4 как минимум. Раза в 3-4 как минимум, да. Ну, так сложилось исторически. Да. Так вот, иранские азербайджанцы рассматриваются в некотором роде как пятая колонна, что она, иранские азербайджанцы являются национальным меньшинством, которое в политическом отношении считается нелояльным или, скажем, недостаточно лояльным. И, ну, там, я думаю, помнят и события второй половины 40-х годов в том числе. Да. Там, конечно же, не без участия сталинского режима была предпринята попытка создать демократическую республику Азербайджан на территории иранского Азербайджана с целью, по сути дела, отторгнуть эту территорию от Ирана, откуда Советскому Союзу пришлось после Второй мировой войны уйти. Иран же во время войны был оккупирован, но Сталин, уходя оттуда, пытался громко хлопнуть дверью и отхватить большой кусок иранской территории. В общем, под давлением Соединенных Штатов он был вынужден оттуда вывезти войска. Да. Но, во всяком случае, вот, что было, то было. И, на самом деле, эта история такая, одна из больших родовых травм, которая легла тенью на всю историю после Второй мировой войны. Вы правы, но это не единственная история. Ну, разумеется, нет. Я в бытность свою, я в бытность свою переводчиком молодым, когда я работал, еще, это был конец шахтского режима в преддверии исламской революции. Я с этим сталкивался, потому что я видел, как многие иранцы пренебрежительно называют выходцев из Азербайджана турками. Да, да. А турки, азербайджанцы, жалуются на то, что к ним относятся, вот даже на бытовом уровне, как к гражданам второго сорта. И это было заметно. Это самый серьезный фактор, который вы сейчас затронули, да, если находить, искать причину, почему официальный Тегеран поддерживает именно Армению христианскую, хотя рядом Азербайджан, мусульманская страна, и у нее эта территория оккупирована, там миллион беженцев, это у тебя прямо рядом происходит, по соседству происходит. Именно та причина, которую вы назвали. Дело в том, что на территории Ирана проживает около 40 миллионов по различным оценкам азербайджан, тюрк, и они там лишены полностью всех своих национальных прав, Иран запрещает им образование на азербайджанском языке, на тюркском языке, и национальную культуру там прищемляет. Дело в том, что в 20 веке как минимум три раза азербайджанцы Ирана поднимали восстание и объявляли о своей независимости. Это было в начале 20 века, это было движение Сатархана, это было движение шейха Хиабани, то, что вы рассказали про советский период, это была третья попытка. Это была третья попытка. Да, это была третья попытка. То есть, это очень сильное, самое сильное освободительное движение на территории Ирана, это движение азербайджанцев. И иранский режим всегда топил в крови все попытки азербайджанцев объявить о своей независимости. Хотя они три раза это делали, но все время Иран вводил войска и топил в крови. Поэтому вот этот фактор для официального Тегерана играет самую ключевую роль. Они не признают нашей независимости северного Азербайджана. Мы для них как, я извиняюсь, беремо в глазу, потому что мы как маяки... А дипломатическое отношение существует между Тегераном и Вакуфом? Нет, очень поздно они признали нашу независимость, потом мы установили дипломатическое отношение, но недавно произошел очередной инцидент, когда... Вы помните, когда иранский власт... А, ну да, конечно же, когда был убит один из воспроставленных азербайджанских дипломатов. Ну, руководитель службы охраны посольств. Иранская сторона запрещает нашей службе охране дипломатических дипломатов иметь оружие. Вот безоружное на безоружное посольство напал человек, который в течение 30 минут автоматом расстреливал, врывался в посольство, убил одного сотрудника службы безопасности, ранил другого, и полиция Ирана 30 минут наблюдала со стороны, не вмешиваясь. Мы это расценили как подготовленный иранскими спецслужбами акт, это не первый случай, в свое время они нападали и сожгли посольство Саудовской Аравии, они нападали и сожгли посольство Великобритании, они напали на американское посольство. Американское посольство это вообще знаменитая история. Да. То есть это у них какая-то... А дипломаты в заложниках? Да, это у них уже стала традицией. Если они недовольны Азербайджаном, значит устраивают нападение на Азербайджанское посольство. В ответ на это азербайджанский президент фактически отозвал весь персонал этого посольства. Остался небольшой персонал нашего консульства в Тебризе. И теперь иранская сторона пытается каким-то образом уговорить нас, чтобы наши дипломаты вернулись туда. Но Азербайджанский президент ждет расследования. Мы требуем расследования на оказание всех виновных за это нападение. Вот Иран сейчас в этой ситуации опять начинает делать различные заявления, намеки на то, что она может вмешаться в этой ситуации с Арменией но дело в том, что Азербайджан, Турция и во время Второй Карабахской войны продемонстрировали, что у нас союз очень крепкий, а потом мы еще подписали Шушенскую декларацию и официально оформили военно-политический союз. Что здесь интересно Евгений, когда Путина спросили а вот Азербайджан подписал с Турцией, с членом НАТО такой союз, Путин сказал, ну что это последствия распада СССР Азербайджан независимая страна она имеет полное право выбирать себе союзников Что интересно, это право Путин признал только за Азербайджан. В отношении каких-то других стран постсоветского пространства, ну не будем считать Трибалтику, а вот мы возьмем Среднюю Азию, Украину, так Он такого права ни за кем не признает Но дело в том, что фактически Путина поставили перед факт Азербайджан и Турция. Имеет определенное сейчас значение для Москвы, вы знаете какие отношения, когда Москва очень дорожит, что член НАТО, Турция имеет контакты, встречается с президентом Путиным, о чем-то договариваются. Но, кстати, они в этот раз ни о чем не договорились. Да, но опытный Эрдоган Да, я вам сейчас скажу. Но опытный Эрдоган это делает так, чтобы украинская сторона тоже была довольна. Есть случаи с защитниками Азова и зерновое соглашение, когда Турция обеспечила область украинского зерна. И вот в этих условиях Путин просто уже как бы был вынужден темириться с тем фактом, что Азербайджан и Турция заключили военный союз. И тут важную роль сыграло то, что Азербайджан на самом деле ничего не должен российскому власти. Россия поддерживала Армению. Наши территории были оккупированы. Когда Россия по-другому реагирует на действия Армении, там есть подоплека, что Россия-то все время поддерживала Армению. Именно при поддержке России Армения оккупировала нашей территории. И именно Армении Россия давала зонтик безопасности. Именно Армении они давали бесплатно оружие в счет кредита. Азербайджан был всегда вынужден покупать по самым высоким ценам за оружие на мировом рынке. И поэтому предъявлять какие-то претензии Азербайджану, почему Азербайджан именно с Турцией заключил такое соглашение, там никакого даже морального права никто не имеет на нас. Эльдар, простите, что перебиваю вас. Но, знаете, мораль в области политики это штука такая. Не работает. Не работает. Я знаю. Но вот встречался Эрдоган с Путиным в Сочи. Ни о чем не договорился. Дал понять, что встреча окончилась безрезультатно. А по вашей информации на этой встрече обсуждалась ситуация в Закавказье? Ну, я слышал, не слышал, а читал официальные документы, в которых среди вопросов, которые были обсуждены через запятую шла ситуация на Южном Кавказе. Естественно, там вряд ли они обсуждали Грузию. И там же понятно, что, в общем-то, это армяно-азербайджанские отношения там тоже были обсуждены. Безусловно, я не представляю себе такой встречи Путина с Эрдоганом, чтобы они не обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Здесь обязательно перечень вопросов, которые они обсуждают. Это и по Сирии вопрос, где они вынуждены постоянно с друг другом притираться друг к другу. У них там разное интересное, но они не хотят, чтобы это превратилось в конфликт между Россией и Турцией. И ситуацию на Южном Кавказе. Это две темы всегда во время их встреч, обсуждений всегда на присутствии. И не договорились, судя по всему, и по этой теме. Ну, вы знаете, и по своему опыту я знаю, что сказать, что ни о чем не договорились, это большое привлечение. Если что-то не объявлено, это не значит, что ни о чем не договорились. И я думаю, я думаю, что много вопросов, которые остались не согласованными до конца. Насколько я слышу, там были какие-то предложения, которые возникли в последний момент. Но это было связано с Украиной. И, естественно, и российская сторона понимала, что Эрдоган, не вернувшись в Анкару и не созвав свое правительство, не обсудив все это и не поговорив со своими геополитическими партнерами, внешнеполитическими партнерами из Украины и с западными лидерами Эрдоган не будет принимать какого-то решения. Поэтому-то многие эксперты отмечали, что это естественно, что нужно время, чтобы было понятно, что эти предложения пройдут или же не пройдут. Эльдар, смотрите, то, о чем я говорю в самом начале, еще один аспект всей ситуации, который сейчас складывается в Закавказе, на Южном Кавказе, это многоугольники отношений с разумом между многими странами. Напомню еще раз, большие опасения сейчас существуют в Израиле относительно безопасности страны в ближайшем будущем, связанные с тем, что, как заявил в публичном выступлении на некой научно-практической конференции, посвященной проблемам национальной безопасности, глава израильской внешней разведки МОСАДА Давид Барнеа, есть основания говорить о том, что помимо пресловутых этих дронов, шахедов, Москва начинает получать от Тегерана ракеты ближнего и среднего радиуса действия. И в обмен на это будет предоставлять какие-то современные системы вооружений Ирану, которые, может быть, используют их против Израиля. И в этом случае Израиль говорит, что мы будем действовать жестко и, что называется, невзирая на лица, намекая на то, что если раньше они разбирались, условно говоря, с генералом Сулеймани, помним, да, эту историю, как Сулеймани был ликвидирован, то теперь могут разбираться и с фигурами рангом выше. Если произойдет, используя российскую терминологию, специальная военная операция, которая может устроить Израиль против Ирана, Азербайджан поддержит Израиль? Говорят, что, условно говоря, полетят израильские истребители бомбить, наносить удары ракетные по иранским ядерным объектам, а потом они могут приземляться на азербайджанские аэродромы для дозаправки. Евгений, мне посчастливилось в годы работы с Бейдаром Малиевым присутствовать лично при очень многих исторических событиях, в том числе первая его встреча с премьер-министром Израиля Натаняху, который по пути в Среднюю Азию во время официальной визита прилетел в Баку. Это была первая встреча президента Азербайджана с премьер-министром Израиля. Это произошло недалеко от аэропорта. Он прилетел недалеко от аэропорта в Загульбе. У нас есть государственная резиденция. И там премьер-министр Израиля, его супруга была. И я, как помощник президента, всегда участвовал во всех закрытых тет-а-тет его переговорах с мировыми лидерами. Когда они говорят тет-а-тет, имеется в виду, что президент и помощник сидят. Это называют тет-а-тет. И я видел, у меня на глазах зарождалось и развивалось это сотрудничество Азербайджана с Израилем. Как очень правильно сказал президент Израиля Шимон Пере в свое время, азербайджан и израильские отношения, то, что все знают, это верхушка изборг. Большая часть скрыта под водой. А он не раскрыл там детали. Известно, что Израиль поддерживает Азербайджан и мы получаем самую современную израильскую военную технологию. Мы использовали во второй Карабахской войне многие военные технологии, которые впервые были использованы в условиях боевых. То есть технологии Израиля, но сам Израиль в боевых условиях еще его не испытал, но азербайджанская армия уже испытала. Это касается и дронов Камикадзе Коропова и многих других ракетных систем. И сейчас эти связи еще больше увеличивают. могу провести такой пример, когда армянская сторона начала большую кампанию в мире о том, что Азербайджан морит голодом, армян в Карабахе и они уже 270 дней умирают с голодом. И армянская сторона стала использовать такие термины, что это геноцид, это холокост, даже Рубен Варданян договорился до того, что это хуже, чем холокост. Мы же голодаем на собственной исторической земле, то есть голодовка, которую они сами устраивают, это цирк, как будто они голодают, что это большее зло, чем гибель 6 миллионов евреев во время холокоста. Около 100 главных равенов еврейской веры, 86 была последняя цифра несколько дней назад, выступили с открытым заявлением, это от Латинской Америки, Северная Америка, Канада, Европа, Ближний Восток, выступили с очень жестким заявлением и в адрес Республики Армении, что прекратить всю использовать, провокационно использовать это понятие холокостом, не притрагивайтесь к этой трагедии нашей, делайте провокации на каких-то других вещах и прекратите демонизировать Азербайджан. И осудили за то, что Армения с Ираном строит стратегические отношения, с Ираном, который хочет уничтожить Израиль. Вот это заявление главных равенов всего мира, в котором защита Азербайджана была и осуждение того, что делает Армения, сравнивая Холокост с этой церковью, якобы они голодают. Это очень отрезвляюще подействовало на очень многие мировые силы. В Конгрессе США были слушаны, которые организовал представитель Комитета по правам человека Кристофер СМИТ. И он туда планировал привезти эксперта, который будет доказывать, что то, что происходит в Карабахе, такой же геноцид, как И он во время заседания в Евгении весь растерянный кричал в объективе камеры, что рядом со мной два пустых стула, здесь должны были сидеть представители государственного департамента СМИТ. Но ни один из них не ответил на мои многочисленные звонки и электронные письма. Я впервые с 95-го года, как я в Конгрессе это пишется по СМИТ, объявляет, впервые сталкиваюсь с таким полным игнорированием. Ну, конечно, кто придет слушать чушь, такое неуважительное отношение к такому полиенту как Холокосту. Вот 27-го августа этой равенностью начали делать заявление, через два дня должен был представлять опять-таки проект резолюции против Азербайджана СОВБЕС, но он отказался, он даже туда не прийти. Мы с Израилем... как опытный политик, очень далеко ушли отчет моего вопроса. Я вам скажу... Будет конфликт между Израилем и Ираном, Азербайджан останется в стороне или поддержит Израиль? Я просто начал разговор с того, что азербайджанно-израильское отношение, как говорил Шимон Перес, это верхушка азербайджанно-израильское внизу огромное пространство. Я должен сказать, что глава МОСАДА, новый глава МОСАДА, Давид Барне, очень опытный человек, он отвечал в МОСАДе именно за оперативную работу, агентурную работу, он прекрасно знает, что в Иране творится, когда в свое время из Ирана вывезли два грузовика с документами, подтверждающими, что Иран проводит свою ядерную программу, это секретного завода рядом с Тегераном, Иран пытался объявить Азербайджан, что это все произошло через нашу территорию, потому что двумя грузовиками, а как мог бы оттуда МОСАД вывезти, мы развели руки, сказали, что а мы здесь при чем, мы официально здесь никогда не участвуем. Иран нас обвиняет в том же самом, что вы говорите, и про аэродромы говорят, и про все говорят, армяне кричат на весь мир, что сколько рейсов за последние недели с военного аэропорта Алдаз Израиля Силквей везет в Азербайджан, что делает, Евгений, позвольте, мне тоже сказать вам, что официально азербайджанно-израильская дружба не направлена ни против какой-то третьей стороны, ни против Армении, ни против Иран. Это верхушка айсберга. Ну, это верхушка айсберга. Ну, что ж, Эльдар, будем следить за развитием событий, спасибо большое за ваши комментарии, за ваши объяснения, и будем надеяться на то, что все-таки ситуация будет разрешена мирным путем. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok